Заметки электрика Технических специалистов Одного из крупных заводов Трансформаторных изделий По данному вопросу Итак, все началось с того Что мы производили замену Старых трансформаторов тока ТПШФА10 На новые Вот они установлены ТЛШ10 На одной из распределительных подстанций Напряжением 10 кВт Кстати, некоторые фрагменты этих работ Я уже показывал вам на канале Можете посмотреть Соответствующий раздел плейлиста Такие вот красавцы Ну все, в принципе Эти экземпляры Уже можно смело отдавать в музей В работу они у нас навряд ли Уже пойдут Ну это две обмотки Измерение обмотка Как я уже говорил И обмотка для защиты А на их место Как вы видите Уже были установлены Трансформаторы Тока ТЛШ10 Вот у нас ТЛШ10 Четыре тысячи напиток Это были заказные пластины Сделанные То есть это старые крепления Вот эти вот Это у нас были установлены Старые трансформаторы тока А здесь были заказаны Специальные переходные пластины Куда уже вставлялись Новые ТЛШ Ну они у нас Кстати с шунтом Вон он винт шунтовой Я потом буду делать перемычки Вот сюда вот на шину Тоже две обмотки Только наоборот Размещены Вот там Идут шины Шины в четыре пакета И такие вот мощные Мощные такие вот разъединители Это у нас в одной фидер С номинальным током Трансформатором тока Аж четыре тысячи ампер Достаточно мощное оборудование Что наглядно видно По сечению И пакетам Ошиновки А также ножам Разъединители Вон какие мощные Все это дело Коммутируется Не менее мощным Высоковольтным масляным Выключателем МГГ-229 С электромагнитным приводом ПС-30 Вот этот самый наш МГГ-229 Вот такой красавец Вот это сверху Ошиновка Сверху Ошиновка У нас приходит С нашего разъединителя Ну там же установлены Трансформаторы тока Вот каждый Полюс здесь Вот Желтый Зеленый Красный ЖЗК И дальше Уходит уже Непосредственно На Сборную Секцию шин Это вал С привода В общем Рычажные Пружинные системы Это контактор Включения КП Автомат Цепей соленоидов Вот он Вал И вот Непосредственно Привод ПС-30 Электромагнитный Привод В данный момент Фидер отключен Как мы видим И по выключателю Вот ПС-30 Катушка Соленоидов Включения На 220 вольт По стоянке Сейчас я вам покажу Как он включается Достаточно эффектное зрелище Так вот После замены Трансформаторов Тока Мы столкнулись Со следующей проблемой Стали У нас Греться Адаптационные Плиты Нагрузка На момент Замера Составляла Порядка 2,5 кА Ну 2500 А А температура Нагрева Вот в узких местах Плиты Составляла Около 90-100 градусов Очевидно Что это Ненормально Это много Вот видите Сбоку 92 градуса 100 градусов Такая вот Картина Вот это Самая Адаптационная Плита Вот такой Толщины Вот она Плита Установлена На Фидере Вот таким образом То есть Зазор Находится За Трансформаторами Тока И Вот здесь Вот Она Крепится К швеллеру Сюда Соответственно Уже Крепится Сам Трансформатор Тока Вот в этих местах У нас И возникали Вихревые токи Которые Грели Данную Пластину Я сразу же Обратился К производителю В общем Объясняю им Что при установке Адаптационной Плиты На поперечной Швеллера Вот два Швеллера Вот эти Вот они Которые Связаны С контуром Заземляющего Устройства Подстанции То есть Это по сути Заземленная Конструкция И в общем Задавим вопрос Нужно ли В местах Крепления Плиты Адаптационной Плиты К швеллерам Снимать С них Покрытие Или плиту Наоборот Нужно Изолировать От Заземленных Вот этих Швеллеров Если Да То Каким Образом На то Время Адаптационная Плита У нас Была Установлена На Швеллеры Без Снятия Покрасочного Покрытия Но Не Изолирована От Покрытие В ней Было Цинковое С Последующим Нанесением Лакокрасочного Покрытия И приходит Ответ Необходимо Изолировать Плиту От Швеллера Через Резиновые Прокладки А также Исключить Контакт Крепежных Винтов Адаптационной Плиты И Швеллером Таким Образом Мы получим Разомкнутый Контур Имеется Ввиду Разомкнутый Контур Вот Этой Самой Плиты Вот Видимо Здесь Как раз Таки Подтверждается Вариант С образованием В этих Самых Плитах Вихревых Токов То есть Шины Каждый Из вас Вот Они Идут Проходят Через Свою Адаптационную Плиту И Соответственно При прохождении Переменного Тока По шине Возникает Магнитный Поток Или Магнитные Силовые Линии Соответственно Что вызывает Возникновение В этой Самой Адаптационной Плите Вихревых Токов Которые И Нагревают И причем В самых Слабых Местах По бокам Как вы Видели По картинке Из Тепловизора Вроде Все Так Но Ведь у Нас По факту Получился Как бы Не совсем Замкнутый Виток Для Каждой Из вас Плиты Возникновение Зазор И Вроде Как Все Соблюдено Почему Тогда В них Все Так Возникает Вихревой Ток Вот В чем Вопрос Кстати Во многих Нормативно Технических Документах Инструкциях Есть Строгие Требования При прокладке Тех Же Одножильных Кабелей Прокладка Должна Производиться Так Чтобы Вокруг Каждого Одножильного Кабеля Ну в данном случае У нас вот Аналог Это Шина Одной фазы Не было Каких-либо Замкнутых Металлических Контуров Из Магнитных Материалов Здесь у нас Как бы Вот Есть шина Есть Адаптационная Плита Но в ней Все-таки Сделан Зазор Как бы В принципе Контур у нас Не замкнутый Ну ладно Видимо Производителю Виднее Да и не впервые Наверное Он производит Расформаторы Тока И соответственно Адаптационной Плиты К ним И должен Лучше Знать Все нюансы Поэтому Я в принципе Не настаиваю И задаю Встречный вопрос А почему Вы Сразу Не указываете В своих Инструкциях Либо в руководстве По эксплуатацию Почему Не прикладываете В комплект Эти самые Изолирующие Крепежные Болты И резиновые Прокладки Коль Он В прошлом Письме Ответил Что Адаптационная Плита Должна быть Изолирована От швелеров То соответственно Почему Тогда он В комплект Это все Дело Не ложит Логичный Вопрос Ну Ответа На данный Вопрос Так мне И не поступило В итоге Нам пришлось Самостоятельно Изготавливать Специальные Шайбы И втулки Чтобы Соблюсти Требования По изоляции Этих самых Плит А так же И самих Крепежных Болтов Продолжение следует... Сделали Все установили Делаем очередной замер Тепловизором Правда Уже Топ нагрузки Был чуть меньше 1300 1400 ампер И Картина у нас В целом Не изменилась К сожалению В общем После Установки Адаптационной Плиты Через Изолирующие Проставки Ничего У нас Не изменилось Вот фаза Б То есть Вот эти места По-прежнему У нас Греются Порядка 50 градусов Также в этих областях Плиты Имеется нагрев В районе Только уже Не 90-100 градусов А 50-60 градусов Примерно Да Это чуть меньше Но и нагрузка У нас снизилась Почти вдвое Что вполне логично Пишу очередное письмо Производителю С вопросом Про дальнейшие действия Рекомендации Приходит ответ С рекомендацией Увеличить Имеющийся Воздушный зазор В плите На 10-20 Миллиметров Мы предложили Сделать Вот этот Зазор Шире На 10-20 Миллиметров Видимо Такого зазора Изначально Заводского зазора Получилось Недостаточно Ну и задаю им Соответственно Ряд Встречных вопросов Вы своем руководстве Ни слова не говорите Про изолирование Изолирование Плит От контура Заземления А теперь оказывается Их нужно изолировать Хотя Как показала практика Эффекта при этом Абсолютно Никакого не достигнуто Сейчас Вы предлагаете Увеличить Воздушный зазор А каким образом То есть Трансформаторы Ток это у нас Установлены Нужно отрезать Болгаркой Полосу там пошире Чтобы увеличить Зазор Это в очередной раз Придется делать Вот эту всю Расшиновку И Демонтировать Трансформаторы Тока Это я вам скажу Достаточно большой Объем работы К тому же Ваша разработка Плит наверняка Выполнена По конкретным Расчетам А значит И зазор Был рассчитан На возникающие Определенной мощности Магнитные потоки Ну это логично Пришел ответ От производителя Они пишут Что у них имеется Испытательная установка В которой они могут Провести Натурные испытания Но для этого Потребуется Какое-то время После проведения Испытаний Они дадут Однозначный ответ По необходимых Мероприятиях Очень замечательно Пусть даже потребуется Какое-то время Но зато Вопрос у нас данный Решится Ну и в конце Этого письма Они Предложили Чтобы не проводить Дополнительных испытаний И устранить Устранить причину нагрева Мол Можно сделать Дополнительный Разрез в плите В том же месте Что и первый Но с противоположной стороны Затем они Предложили Сделать зазор Аналогичный С этой стороны Вот так вот На что мы отказались Потому что Неудобно было Да и Согласились На заводские Испытания Прежде чем Делать вообще Какие-то изменения В конструкции Потом было Затишье По перепискам И пришел Долгожданный ответ По результатам Проведенных испытаний Нагрев Плиты Подтвердился И они Предлагают На замену Установленных Плит Предоставить Плиты Изготовленные Согласно Чертежа Ее чертеж Я вам Прикладываю Кстати Они предложили Изготовить ее Из алюминия На старых Трансформаторах Тока Используется Дюралевая Плита Поверхность Гораздо Большего Сечения Но без Разреза То есть Ничего Она у нас Не грелась И Новая плита Будет состоять Уже Из двух Половин Это кстати Очень хорошо Достаточно Упрощает И монтаж Нет необходимости Снятия Ошиновки Для замены Этих Плит Так что Выводим Опять Фидер В ремонт Устанавливаем Новые Изготовленные Алюминиевые Плиты И проводим Очередной Замер При нагрузке Порядка Этих 2200 Ампер Топ В данный Момент Составляет 2500 Ампер 2000 Ампер И по Ц 2000 Ампер Он сейчас Находится В работе И вот На нем Сейчас И будем Проводить Замер Максимальная Температура 20 градусов В этих Местах Никаких Нагревов У нас Не наблюдается Фаза Б И фаза С Вот в этом месте Возникали Вихревые Токи Сейчас Мы можем Наблюдать Их Полное Отсутствие Отлично В общем Вот такая Получилась Поучительная История Связанная С Вихревыми Токами Каким Можем Сделать Выводы Завод Производитель Изначально Сконструировал Адаптационные Плиты С ошибочным Расстоянием Воздушного Зазора И выбором Материала Плиты Что привело Соответственно К нагревам Радует то Что при обращении К производителю Была оказана Поддержка В данном вопросе Разобрались Ситуации И по итогу Все проблемы Были устранены И решены Пусть и не сразу Пусть и не совсем Быстро Но зато Достоверно И окончательно Кстати Здесь мы оставили На этом вводе Через изоляцию То есть видите Там втулочки И Здесь они Изолированы От швеллера А на другом вводе Соединили Со швеллером Но скажу вам Что разницы Здесь уже Никакое дело Было Не в изоляции Этих плит От Заземляющих Швеллеров Соединенными С контуром А именно В возникновении Там вихревых токов И видимо Одного Воздушного Зазора В плите Было Недостаточно Необходимо Было Сделать Именно два Причем Еще по Узкому краю Вот как В данном случае В общем Вот такое Получилось Видео Если Оно вам Было Полезно Оно вам Понравилось Обязательно Ставьте лайки Подписывайтесь На канал Впереди Будет много Еще всего Интересного Также Если возникли Какие-либо Вопросы То обязательно Спрашивайте Задавайте их В комментариях Ну На этом Все Всем спасибо За внимание С вами Как всегда Был Дмитрий Автор канала Заметки электрика До новых встреч Продолжение следует